Нам всем все кажется, нет объективности, в реальности нет объективности. То, что сказала Аля Финкова, мы все ждем, мы все обижаемся на наши разрушаемые надежды и ничего более. Меня обидели все издания в свое время, писали плохо. Я что? Я могу обижаться на журналистов только в одном случае, если закомплексованное, неуверенное в себе ничтожество. А я адекватный человек, я понимаю, что у них свое мнение. И у меня со всеми журналистами прекрасное отношение, вне зависимости от того, люблю я их и нравлюсь ли я им. Понимаете? Я с ними работаю, они работают со мной, если я интересен. А если я не интересен, я ни на что не обижаюсь, я сижу и пишу у себя в фейсбуке. Это нормально. Что касается причины, все-таки, мы не можем сделать идеальный мир, идеальную журналистику. Ребята, мы не можем сделать принтер, у него есть срок гарантии. Как сделать лучше? Вот вы говорите о том, что это не бизнес, да? Я говорю, что это не только бизнес. Я вам скажу так. Скажите, в армии у нас кадровые солдаты, да? Они живут за счет чего? Они воюют просто так? Разумеется, нет. У них есть довольствие, да? Определенное. То есть, просто потому, что мы живем не в матрице, а на земле, нам нужно питание, водичка, да? А наш ребенок военного должен пойти в сад, поэтому он получает еще 30 гривен. Правильно? Скажите, если лишить этого довольствия, сколько солдат, самый патриотичный, в степи выживет на лопушках? Если ко мне обращаться, можно... Ну, пожалуйста, только коротко. Коротко. Не перекручивайте мои слова. Стоп, я вам буквально не надо... Я вам буквально и вопрос даю. 40 дней он выживет без еды. Так вот. Подожди, Саша, дай ответить. Только коротко. Я не говорила о том, что журналистика это не бизнес, а это значит... Вы сказали, что это не бизнес. Я сказала, что если понимать журналистику, в записи посмотрим, что если понимать журналистику только как бизнес, это беда. Потому что журналистика еще и социальный институт. Плохо думать о бизнесе? Понимаете, если мы сейчас скажем, что это just business, nothing personal, just business, давайте позакрываем все журфахи, разгоним всех, значит, весь преподавательский состав и решим все идеалы. Я говорю о том, что без идеалов в этой творческой, замечательной, многогранной профессии, без стандартов и идеалов нельзя. Это мое мнение. Спасибо большое, Саша. Полминута тебе еще за счет этого, что Татьяна Васильевна, и заканчиваешь. Это то же самое, что и в бизнесе. Потому что если ты будешь производить фуфловый товар, у тебя перестанут в конце концов покупать. Так вот, это бизнес. Так вот, кто платит журналистам та проблема, о которой говорил всегда пох? Вопрос, пока мы не начнем платить за информацию, пока мы не начнем платить тому, кто нам больше нравится, кто более объективен, кто больше нам соответствует, мы не политик, не государство, а мы как потребители. Ничего не поменяется. Потому что интернет требует денег, журналист требует зарплаты, а государство, ненасытный хищник, требует налогов. И поэтому можно очень много спрашивать людей, которые очень много требуют от журналистов, ни копейки не давая журналистам. Это очень хитрая, хитропопая позиция, понимаете?